Это по-прежнему Dreamhack Summer. Это по-прежнему финалы Dream League. Первого сезона и все такое. Ну и Альянс против Fnatic. Best of 3 серия. Это у нас сетка Виннерро... Да, это сетка Виннерро. Это финал Виннерро, собственно. Я уже перепугался, что что-то перепутал. Вот они фанаты команды Альянс. Да, шведские фанаты. Конечно же, флаги. Все как положено. Футболки Альянс. Которые, я думаю, где-то здесь можно приобрести. Было бы глупо, если бы их нельзя было. Я еще не видел. Тут их где-то. Может, их где-то там на Альянсовском шопе официально можно приобрести. Все может быть. В общем, в любом случае, пикабаны у нас пошли. Первый бан Тинкер. Как просто решается проблема. Да, проблема с Тинкером решается моментально. Есть проблема. Вот, я тут же писал только-только в Твиттере. Бан Тинкера. Тут сразу 100%. Да, одну минуту назад. Ну и действительно, мы видим, что Тинкер улетает нас в бан. Бэтрайдера забанили Фнатики. Ну, как мы уже обсуждали, Мипо банить, я думаю, не будут. Ну, это будет слишком. Это типа перебор, да. Но увидим ли мы Мипо в пике, вот в чем дело. То есть банить его... Да, особо резона нету, но увидим ли мы его в пике. Тем более, что Best of 3 можно и побаловаться немного. А если заедет, то будет вообще идеально. Ну, как бы... Может быть, у Excalibur еще есть какие-то герои секретные. Кто его знает? Может, мы еще не обо всем знаем. Может, он умеет играть, не знаю, на кэри... Да никто же не шутит, я на полном серьезе вообще говорю. То, что надо, то, что надо. Ну что же, второй банк Фнатик нас сейчас ждет. Посмотрим, что это будет. И это Тренд Протектор. Неудивительно, опять-таки, что Тренд Протектор улетает в бан. Так, да, я тут просто немножко наткнулся, немножко офф-топика. По поводу типа сайтов вот этих, знаешь, которые... Типа тоже официальные магазины, типа Стима, но называются не Стимы, в которых тоже там куча распродаж, предзаказы. Недавно где-то был пост, что один из таких именно сайтов, уже крупных магазинов, собираются прикрыть, потому что они воруют, ну типа ворованными ключами торгуют. Лол, это какой? Я не помню точно, как он называется, но вот один из таких, которые, типа, небольшие, которые только сейчас развиваются, которые куча денег букивают рекламу. Я не понимаю людей, которые покупают. Ну, не, понимаешь, он типа красиво оформленный, то есть все выглядит очень круто официально там, ну именно хороший такой толковый сайт, но при этом, да, там цены там в 2-3 раза меньше. Короче, где можно покупать? Рекомендации. Стим, Google Games, ну gog.com, дальше просто на плате.ru вы заходите, смотрите, если у продавца больше 100 продаж. Нет, так дело в том, что там тоже ключи, они типа заработаны не самыми легальными методами, вот эти все ключи. То есть они где-то там намучены, что-то типа того. То есть там недавно с какой-то компанией был конфликт, когда позабирали все ключи, то ли грид какой-то. Ну что-то такое было. Что-то в этом духе, когда они просто изъяли всю партию игр и просто залочили. Поэтому мораль этой басни какова? Покупайте игры в Стиме. Да, в принципе. Да, несите деньги гейбов. Нет, я тоже на плате рубок пал несколько игр, но покупаю такие игры на свой страх и риск, как говорится. Потому что могут в один прекрасный момент они могут пропасть. Хотя у меня таких еще инцидентов не было, но всякое бывает. Да, ну что Doom от Альянс, ждем второй пик. Doom, после которого берется Брюмастер, который как бы сразу говорит, вот я, вот на меня. Вот на меня, пожалуйста, да. А на остальных лучше, наверное, не нужно. Ну и Висп у Фнатиков. Под Виспа сейчас будут банить, наверное, героев Альянса, потому что сейчас у нас начнется вторая стадия банов. И, скорее всего, забанят Тини, я почему-то более чем в этом уверен. И кого тогда, кроме Тини, будут брать Фнатики к себе под Виспа? Ну, вообще да. У нас, кстати, ну, понятное дело, что нету эры, поэтому на Тини надо играть кому-то другому. В любом случае разберутся. Знать, мы тоже говорили, что Висп Тини очень тяжелая связка, когда их брали Na'Vi неделю назад, что вот они никогда играли на Тини с Виспом, бла-бла-бла, но хвост взял Виспа и пошел. Shadow Demon. От EGM мы видим 40% винрейт, собственно, Shadow Demon не на этом герое имеется. Неплохо. Ну и 50% винрейт ваке. То есть оба саппорта, в принципе, играют на этом герое. Сильно. Подсказали, что это был Dirt 3, который изъяли, ну, типа, обнулили все ключи. Понял. Ну, может быть. Да, ну ладно. В общем, переходим к игре. Брутальный лодо. Да, брутально настроенный такой лодо. У нас тут рядом на сцене со StarCraft'ом происходит какая-то вакханалия. Но это писать словами нельзя. Какие-то ролики с YouTube трэшовые крутят. Просто мясные. На большом экране. Лучше вам этого не видеть. Кстати, смотри, какая камера прикольная в трансляции. Вот Кнадьки сверху нам их показывают с крана. Прямо над головой летает. Да, ну вот он, Хани. Кай готов. Я смотрю, тут, блин, все так настроены люто. У них какие-то взгляды. Огромнейшие деньги. Просто огромнейшие деньги. Как бы призовой фонд. То есть первое место 75 тысяч долларов. Даже больше, по-моему. И есть за что бороться. Ну, так-то да. Так-то есть за что бороться. Ну, понятное дело, это не International. Но на International это и выиграть посложнее, скажем так. Согласен. Абсолютно с вами согласен. Тут есть реальный шанс заработать деньжат. Причем приличное количество этих самых деньжат. Ну, где там? Пойду я искать. На CyberKmetовском сайте. Кстати, только что подходил CyberKmet. Переживает он очень. На Dota ему пофиг. Англия сегодня с Италией играет в футбол в 12 ночи. И он же англичанин, и он очень переживает. И это борода. Первое место 72 тысячи долларов. Конкретное. Да, нормально. Много. Ну да, с половиной. Нам показывают фанатов. Нам показывают вообще картинку с места проведения событий, как вы прекрасно видите. Да, людей приходят, уходят. Вот там вот за вот этим полотнищем сцена StarCraft. Видите, она пустая. И вот если еще чуть-чуть камера отъедет, там вот сидим слева мы. Подальше, подальше от звуковых колонок, чтобы они нас сильно не глушили. Но в любом случае, немножечко звука, может быть, сюда залетает. Вы уж не обращайте внимания. Это у нас на сцене StarCraft какой-то трэш происходит. Мы продолжаем смотреть на фанатов, пока идет пиксать. Мипа в бане. Мипа таки в бане. И мы в клеточку. Та-та-ра-та-та. Ну, ладно. Как это без сетки пика вообще? Да, ну вот слушай, мипера все-таки забанили. И вот теперь мы действительно увидим, на чем у нас Excalibur еще умеет катать. И точнее, сможет ли он на этом чем-то хорошо катать. Посмотрим. Главный вопрос. Ну и Shadow Demon. Под Shadow Demon под Му уже забанили. Что еще можно взять такого интересного под Shadow Demon? Кунка. Кунка, возможно. Лишрак, возможно. Ну, пока это самые очевидные, наверное, несколько пиков. Играли ли Альянсы кункой в миде? Я вот не могу припомнить. Ну, скажем, согласятся ли они попробовать то, что делают ДК уже на регулярной основе с постоянными пикабанами этих кунок? Дизраптор появляется у фнатиков. Вот так вот, любопытно. Ну, в первую очередь, он появляется, потому что не хотят фнатики, чтобы он появился у Альянса. Ну, это плохая тактика, как по мне. Потому что лучше брать героев, которые офигенно подходят вам, чем забирать героев, которые хорошо подходят противнику. В некоторых ситуациях, естественно, это правило... Не, ну, может Дизраптор тоже подходит. Ну, вот сейчас и посмотрим, да, какой вообще общий план у фнатиков, потому что у нас еще Дарксир не в пуле, и Брюмастер может пойти в мид Дарксир, например, в сложную. И потом там стяжка, Кинетик Фил, Статик Шторм. Нам показывают сейчас Винрейт, и мы видим, что Висп, Брюмастер, Винрейт ужасный просто. Да, на всех героях, кроме Дизраптор, Брюмастер, Винрейт ужасный. Да. Ну и третий пик от The Alliance. Практически полностью вывезли они бонус тайм. Так, ну и Лич. Вот это вот интересно. Вот это вот сразу очень интересно. Постоянно мне вспоминается эта фраза, которую говорит Лич. Лич is gonna have your mana. Только зачастую последнее слово меняют на мама. Лич is gonna have your mama. Да, да, да. То, что надо. Как раз для наших дотеров. Ну, конечно. Так, ну и Фнатики. Спасибо большое за то, что у меня заапдейтился софтвер. Я очень признанен. Макафи, Макафи антивирус. Да, слушай, ну... Там 100% Винрейт у этой связки. 100% Винрейт у Лича вообще. Бай и Адмирал Бульдог. Ну, а тут Тинни, Фнатик. Я не понимаю. Может, они решили, что нет эры и все? Можно Тинни не банить? Ну, сейчас и посмотрим, насколько будут хороши эти ребята. Ну, вот он показывает, что Хани тоже неплох. Ну, как неплох. Проперло. Просто каким-то чудом у него 44 ласт хита. Это суппорт Тинни или что это? Это как это вообще? Я же говорю, это какой-то суппорт Тинни, походу. Видим, что Тинни был пикнут 143 раза, и из них 94 раза это было с виспом. Понятное дело, что намного больше, чем 50%. Так, ну и Кентавр. Кентавру Альянс. А вот теперь вопрос, что с Личом делать? Ну, в смысле, это Таблав сложный может совершенно спокойно стоять. Да, может. То есть Лич стоит кушает Крепочков, параллельно делает какие-то отводы на Эншентах. А, ну хотя они за Радиантов играют. Ну, с другой стороны, в любом случае он может делать отводы на Эншентов. Он там через обрыв стреляет, и все у него ок. Ну и пятый банн с The Alliance. Что это будет? Так, у нас тут зеленый человек ходит по залу. Ну что за зеленый человек? А он, видишь, пошел. А, да-да-да, это типа как Энигма, только зеленый? Да, полностью зеленый. Его на зеленке не видно, когда фоткают. Его просто нету. Нормально. То, что надо. Ну что же... Минус Дарксир, вот тот самый герой, про которого я вспоминал во время предыдущего, предыдущей серии драфтов. Ну мы ждем пятый банн Фнатиков. Ну что, Фнатики, давайте, давайте, давайте. Нужен герой, я так понимаю, в мид. Потому что брюмастер Трикси, это скорее всего опять-таки... Или же нужен герой для Трикси, и в мид пойдет у нас экскалибур на брю. Это тоже опция. И может быть он и умеет играть. Нет, но в мид может отправиться у нас Тинни с виспом, да, там брюмастер сложную, и сейчас какого-то вообще керри доберут. Ну, возможно. Сейчас посмотрим. Там какой-нибудь Ханни, например, на Тинни вместе с Нотейлом на Виспе. Не, Ханни на Тинни, Нотейл на Виспе, это, по-моему, 100%. Вряд ли это будет экскалибур играть на Тинни. Не, ну так я говорю, что они типа в мид тогда изи. А, ну да, да-да-да-да-да-да-да, ты прав. И там, в принципе, кто им сможет оказать достойное сопротивление. Ну, мало таких героев сейчас есть у Альянс. Ну же, ну же, 10 секунд всего остается оффлай. Это SkyRassMage, опять SkyRassMage. И опять это будет SkyRassMage легкое. Да? Но если вот Тинни с Виспом идут в мид, то... SkyRassMage легкое, на этот раз Дисраптром они с визажом, и в сложную опять пойдет брюмастер. Ну, и на этот раз-то нету таких вот убиваторских товарищей, которые смогут спокойно убивать SkyRassMage и Дисраптора. Типа, Кентавр, они, по идее, должны неплохо гонять. Ну, посмотрим. Ну что, пятый пик. Альянс. Альянс нужно что-то придумывать. Что-то очень четкое. Пугна! Пугна, пацаны, пугна! Я уже перепугал. Давайте, 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 давайте. Варты все поумирали. Давай, бери пугну. А где инвокер вообще? Кто мне может сказать? Это Разор! Это Разор! Зачем? Это интересно. И на Разоре будет играть ТС-4 в миде. И Лода на Кентавре. Ну что, короче, 1-0 в Фнатике, поехали. Ну, в матче Альянс ЕГЭ мы похоронили Альянс вообще сходу по пику. Сказали... Ну, они там все делали очень правильно, и там ЕГЭ ошибались, так что тут ничего не скажешь. Ну, тут, возможно, тоже будет нечто подобное. И, кстати, обратив внимание, что тут понапитивали вообще эти пацаны, ну, я не знаю, скорее всего, они сейчас будут меняться как-то местами, или же нет, или же... Да, будут, 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 будут. Ну, там Fly, наверное, с Disruptor. Ну, мы понимаем, что да, что не будет играть на Disruptor у нас товарищ Ханни. А вдруг это керри-дизраптор? Керри-дизраптор бай Ханни. Новая мета от команды Фнатик. Why not? Потому что это тупо. Блин, какой-то вот взял мне всю малину. Не, ну, в принципе, это возможно. Мы понимаем, что каждый герой в доте теоретически может быть керри-героем. Ну, то есть может играть... Может привести очень важные какие-то моменты, но Disruptor в роли тащуна, скажем так. Я себе почему-то не представляю. Ну, походу Ханни представляет, потому что они пока не меняются. Да ладно, что, серьезно? Да, серьезно. Все, они разбежались. Это действительно фармящий дисраптор, ребята. Лол. Лил. Или, может быть, это фейк. Короче, смотри, все думают, что Ханни должен фармить. Ханни убивают, потому что он типа керри-дизраптор, а фармить все это время флай. А? Профит? Не, ну... Профит. А нуль-талисман тогда зачем? В смысле? Всего для отвода глаз. Всего для отвода глаз. Возможно, возможно. Так, ладно, посмотрим, чему все это у нас приведет. Да, Excalibur на тени. Ну вот сейчас действительно интересно будет посмотреть на тимплей вот этих ребят. Тут нас сразу же спалили, где находятся Ops, команды Fnatic. И есть ли там Сентрюлик? Ну, даже если нет, скоро принесут и разобьют. Пока нету. Ну, если нужна, если есть надобность. Хотя вот сейчас мы видим... Да, едут Сентрики сейчас уже в курице. А кто купил? С4 купил себе. С4 купил. Сам, единолично. Не, ну логично. Он нам оставил сразу денежек немножечко, и мы видим, что варды эти ему действительно здесь пригодятся. Потому что надо разбить Ops Ward, и баблище зарабатывает у нас товарищ Акке. Баблище прям вот так назвал. Прямо, прям баблище. Ну, и теперь по деньгам-то впереди ребята из Альянс. По XP в нулях все ровненько, а по деньгам-то... А вот по деньгам, да, доминация сразу же видна. Да, уже доминирует. Ну и вот Ханя забирает рун инвиза, отправляется на топ, там уже флай. Видели это ребята из Альянса, и они понимают, с чем им придется иметь дело. Окей. Фармящий дисраптор. Это, я так понимаю, замакшенный глимпс. И выход в Аганим быстрый, правильно? Ну, вариант такой... Других вариантов я тоже, в принципе, не вижу. Ну, другие варианты, они возможны, но они будут, скажем так, неправильным решением, скорее всего. Не, ну, в зависимости от того, как это использовать, если это использовать вот в стандартном виде, как мы привыкли это видеть, то, скорее всего, да, без, там, замакшенного глимпса и, естественно, без Аганима дезратор тут будет не так визабелен. Ну, и снизу мы не забываем, что Трикси здесь придет стоять против ЕГМа с Кентавром, и, в принципе, далеко ему нельзя забегать, потому что, возможно, возможно, попытка убийства, и попытки убийства будут, и это факт. Адмирал Бульдог против Хани. Хани мы едем в Тандерстрайк на первом левеле, чтобы Бульдога харассить. Ну, абсолютно верное решение. Зачем глимпс на первом левеле? Ну и посмотрим. Очень-очень интересное решение от Фнатиков. Мы понимаем, что, в отличие от Альянс, у них не было ни буткемпа, ни возможности тренироваться, потому что они точно так же, как и мы, только-только из Америки чехлы бы пособирать успеть, не говоря уже о том, чтобы потренироваться или на каком-то там буткемпе собраться. Ну, да-да, сейчас у ребят достаточно интенсивный график и очень сложно выкладываться на все 100%. Был скандал, Кейн Тавер. Ну, просто поймали Брюмастера через Дизрапшн. То, о чем мы говорили, и то, чего мы не увидели. Да, естественно. Забежал в EGM, спрятал Брю и... Ачимин Данлок, пропустить первый Ферзблат. Первый Ферзблат Дримхака пропущен. Так вот, Фнатик с Альянсами должны были играть в полуфинале Д2ЦЛ, но та игра была со скандалом перенесена. Марчелло был недоволен в интернетах очень сильно, так что так они не сыграли, потому что не успели там ребята прилететь из Америки, скажем так. Ну, в любом случае... Ну, а что поделать-то? Ну, да. Могли с самолета поиграть, наверное, я не знаю. Почему бы и нет? Или прилетев там по часовому перелету сразу... Сразу сесть в Кокк закатать, я думаю, тоже отличный вариант. Или сколько там, я не помню. Банка у Нотейла в Миде появляется. Кстати, это очень неплохо, и можно уже пытаться нападать. Но пока Экскалибур особо никого не нападает, вот можно на... нет, нет, нет. Второй левел всего. Хотя, ну, вот второй левел, наверное, является главной причиной. Был бы хотя бы уровень 3. Скорее всего, Тинни тогда бы и навалился на этого самого Разора. Ну, блин, а навалиться-то можно, там всего-то 500 кп. Ну, сейчас уже правда. Снизу Трикси пытается стопить его EGM, и это второй фраг для Альянс. Вот Трикси немножко беспечно здесь играет. Связка-то Шаду Димон Кентавр, она работает, как и ранее. Ну, и там у нас уже напали на Экскалибур, достаточно сильно причем напали. Да, просто ужасное начало, кстати, для Фнатик. У Тейла очень мало осталось заряда в баночке, если говорить точнее. Это всего один. Да, и надо быстренько где-то бы ее наполнить. То есть нужно отконтролить руну, потому что Экскалибур в Миде просто С4 прогоняет как только может. У Тини 7 на 2 крипстат, в то время как у С4 16 на 5. Снизу у нас Лода, у которого фраг-ассист имеет 16 на 8. Ну и в сложной Бульдог 3-й левел. То есть Альянсы начинают очень хорошо по двум линиям и неплохо на линии 3-й. Да, у них действительно очень... Ой-ой-ой, боже мой, очень я оглох. Так вот, у них действительно все очень хорошо складывается в начале игры, но мы знаем, чем все может обернуться в теории. Хотя, с другой стороны, там какого-то супер-имбалансного тинкера у Фнатиков пока нет. Есть Тинни Ви, есть тоже неприятные товарищи. Мы знаем, да, что эта парочка может, в принципе, переворачивать, но сделать это не так уж и легко обычно. Так, ну и как там дела идут у Хани, вот у этого самого фармящего Дизраптора. На третьем месте он по крипстату, не слишком сильно он отстает, хотя все-таки немножко отставания есть. И Адмирал Бульдог. Адмирал Бульдог стоит спокойно. Что будет собирать Хани? Мне очень интересно все-таки, какой будет айтем-билд у него, да и какой будет билд у орд. Все интересно, собственно, как будет Хани здесь играть. Потому что, ну, лично я в своей жизни первый раз вижу фармящего Дизраптора. И такие, конечно, случаи довольно редкими являются на профессиональной сцене. По крайней мере, если мы берем во внимание Тир-1 турниры, то есть топовые турниры, возможно, где-то там на Аматорке очень часто. Посмотри, в миде ошибается Экскалибур, не попадает Эволичем. Правда, тут подходит Трикси, есть Клэп, но надо просто убегать. Потому что Нотейл мог бы тут сейчас просто не выжить. 5 хп осталось, 5 дэмэджа осталось, то есть у Экскалибура. И понятное дело, что там Эспор уже нарезал очень-очень больно. Да, там по виску буквально еще один шлепок и все. И шар бы тогда лопнул. Ну вот оставили лоду теперь одного. В результате Трикси не стал задерживаться на своем оффлейне. Ушел, развязал руки сейчас ЕГЭМ. ЕГЭМ сейчас начинает делать отводы и получать лишние опыты, денежки. И как там дела у Лича? Ну, Лич у нас просто кушает крипочков. Причем в приоритете он кушает крипочков. У него уже на 2 вкачан Сакрфайс. Да, и все более-менее нормально. Так, ну что же, Трикси 0.2.0 имеет. Все у него более-менее норм. Но со сложной он ушел. Да, но он даже тапок на самом деле не смог там нафармить. Так что у него действительно некоторые проблемы есть. Не, ну я имею в виду, хотя бы взял левел. Ну, типа такой, да. Не особо сильно нафидил, хотя подфидонил самую малость. Посмотрим, что будет делать лода. Точнее, в смысле, что он будет собирать. Будет ли это даггер супербыстрый? Либо он поизощряется и какой-нибудь Мидос на Кентаври соберет? Не, ну тут нужен даггер. Тут однозначно нужен даггер. Даггер, нужны врывы. Быстрый шестой левел у него получилось взять. То есть даггер стампит и просто врываться. Да, Экскалибур в виде, неужели фраг? Да, должны забирать сейчас. И есть ласт хит. Правда, Экскалибур тоже здесь должен погибать. Да, не хватает у Ноутейла хила. Так, посмотри, тут нападают на Аки. Ноутейл. Ноутейла заканчиваются заряды в ботле. Он просто воюет до конца. Отлично все делает. Ноутейл. Флай. Флай. Спрятали Флая. Нету пока курса. И Флай отстреливается. ЕГМ очень сильно получает. Ну, такая была драка довольно на соплях, скажем так. До последнего непонятно было, в какую сторону. Если бы у Ноутейла в той ситуации были заряды в ботле, скорее всего, Фнатики там бы вообще салат выиграли. Но бутылка была пустая уже к тому моменту. Или, возможно, он просто прокликал не вовремя, так что его очень сильно... Спасти он никак не мог. Да, да, да. Ни себя. Ну, не получалось. Не получалось у него никого подсевить, действительно. То Фнатики, в смысле Трикси и Ханни на топе, тут пока тоже непонятно, чем занимаются. Ну, Трикси сейчас вышел на линию получать экспу. Ханни полетел у нас вниз, и вот он, Смоук Ганг. Ханни и Флай будут нападать на Лоду. А как вы его собираетесь убить? Я не знаю, чем они его собираются убивать, потому что... Не, ну вообще, Глимс, Генетик Филд и Шторм, они его убивают. Ну, типа, да, вот начали его бить. И у вас сейчас будет Глимс. Хорошо, сейчас должен быть Глимс. И убивают. И нет, не убивают. Лода успевает отсюда бежать, хотя тычка есть. Последняя плюшка, и это минус Лод. Да. Почти шестой левел взял Флай, и Ханни берет седьмой левел. Неплохо, тысяча голды, у Ханни есть Аркан Тапки. Там, типа, да, там у Лода очень хороший уровень, уже почти восьмой. То есть за него много экспу получил товарищ Каэврос Мейдж. Вот у него же шестой левел есть. Ему осталось нафармить Аркан Буцей, для того, чтобы можно было хотя бы ульту использовать. Потому что Монопул сейчас там 600, а ульта стоит 350. По сути-то, если закидываешь ульту, ты потом не особо полезен становишься. Ну и атака у нас в миде на товарища С4. Ну и он погибает здесь. Насыпает, подбрасывает, подбрасывает ульта Кентавра. Хотя топит, ой, проблема огромная с Калибуром, он точно погибает. И у Нотейла тоже, Нотейл, Дабл Эндж, минус висп. И еще Чейн Фрост по Ханни. Куда улетел Чейн Фрост? Вот Ханни, урна, минус. Да, типа, ок. Ну вот она, шикарная реакция от Альянс. Казалось бы, что ошибка от С4, когда он уходит, зажимает себя в деревьях. Но, как оказалось, это была не ошибка. Это был гениальный байт от С4. Очередной гениальный байт от Капитана Команда. Тактический маневр в результате у нас получился от Альянс. Трикси в это время фармит там против Адмирал Бульдога. И нету пока еще у Трикси шестого уровня. Так вот, Лич с Чайником. Лич очень рано получил Чейн Фрост. Там что, нападения на Бульдога? Нет. Нападения на Бульдога пока нету. Слишком маленький уровень у Брюмастера для того, чтобы быковать. В то же время у Бульдога уже появился Doom. И мы можем ожидать, в принципе, его вылазки сейчас куда-то. В то же время у него есть 1300 голды, 1200 голды. И, возможно, скорее всего, невозможно, так оно и будет. Это тоже будет даггер. Или все-таки будет собирать Мекку? Я думаю, что все-таки Мидас, скорее всего. Может, даже Мидас первым артефактом еще соберет. Да, чтобы быстрее потом откушаться. Типа Лич соберет Мекку. Ну, типа такого что-то, да. Ну, возможно, возможно и так. А Дисраптор минус ЕГМ. Ну, сбивает ему стрик. На топе, ну, прилетает сюда С4. Поздновато ультимейт тут же Атрикси. Будет ли цеплять С4? Да, цепляет у нас Розора. Начинает его бить. Но рядом Бульдоги надо, наверное, уйти отсюда ребятами с Снатик. Потому что могут быть неприятности у них потом. Да, забавный, кстати, момент, то, что Розор продолжает высасывать дэмэдж. Действительно, дэмэдж его растет. Когда разваливается Брюмастер. У Брюмастера дэмэдж, естественно, перестает забираться. Снизу. Снизу Флай чуть в соло не убил Лоду. Не хватило 90 дэмэджа. А Лода с даггера уходит. Я не думал, что так легко это будет. Но когда весь ультимейт... Там клип с Паразору, смотри, в миде. И С4 тут, скорее всего, будут убивать. Да, пытаются его здесь забрать. Кинетик филд. Но еще тычки не хватает. И тычка залетает от Виспа. Начали по одному вылавливать Фнатики. И вот так они, конечно, могут очень серьезно разогнаться. Тот же Экскалибур, у которого было просто провальное начало игры. У которого за 10 минут ПТ. И только-только он нахаботил седьмой левел за счет этого аутфрага. Сейчас может довольно много нафармить. И, наверное, умирать здесь не стоит. Больше. В миде Найкскалибура, Лода, Проклятие, Урна и минус Экскалибур. И опять-таки, где был Ноутейл? Ноутейл был далеко, но он понимал, что если он сейчас притянет с Тезером, то, скорее всего, его тоже убьют. Но у него даже спасать было нечем. Опять же, где была заряда в Ботле? Ну и Лода его за это наказывает. Да-да-да, минус Ноутейл. Причем Ноутейл поражал уже и Ботл, и вообще так. Вот игра как-то глупо выглядит. Тут я не знаю, как еще правильно сказать. Ну, типа, много косяков, и с одной, и с другой стороны. То одни куда-то вылезли по одному, то вторые куда-то вылезли. Недооценка, мне кажется, просто игровых ситуаций небольшая недооценка. Не то, что в глобальном смысле врага ни за кого не принимают, а просто в конкретном игровом моменте. Там кто-то вылез, там кто-то вылез, там забыли, что у Дизраптора Глимс есть. На топе проблемы у Бульдога. Втроем ее убил. Да-да-да. Лода прыгает хорошо, нападает на Ноутейла, минус Ноутейл. Еще игра невозможно получится забрать. Трикси. Тут находится под Демоник Порджем, минус Трикси. Ну, Лоду точно. Хани будет пытаться еще догонять, я так думаю. Хани. Лода должен уже бежать за ним, но не хотят особо. Ну, в любом случае, опять-таки, двоих забрали, разменяли на Флэйм Дума. Смотри, там Дейкс Калибура тоже будут убивать. Ну, короче, тут... По всей карте. Ясно, да, что происходит. Происходит какой-то трэш. Расвор откидывает подальше Тинни, но все равно продолжает Аки отлично блочить. Аки просто царь. Ну, как же он отблочил-то здесь. Аки просто красава. Что... Блин, только что хотел что-то сказать, забыл. А, ну, что эта игра больше похожа на какой-то фестиваль ошибок. Вот, кто больше, тот лучше, скажем так. Кто меньше на ошибается, тот выиграет. Ну, в принципе, в Доке так всегда. Кто меньше на ошибается, тот выиграет. Просто не всегда у нас вообще такое большое количество фейлов. На топе ЕГМ нашли. Выживает, тут же прыгает Лода. Ну, какой стадик-шторм отличный! Лода не успел дать стомп. И в результате, видим, сейчас только-только он этого успевает сделать. Забирает Флая. Что у нас здесь? Ну, Ханни пытается драться с Бульдогом. А, вот теперь бежать. Вот теперь бежать от Калибура. Засыпает он Бульдога. Сейчас будет еще... А, нет, не будет Глимса. Ничего не будет. Короче. Смотри, тут за Нутейлом по бегушке у нас. Тут пока Экскалибура опять бьют. Где там Нутейл? А вот он к крипу решил все-таки притянуться. Да, и уходит. Так вот, я пока не вижу абсолютно никакого плюса, никакой пользы от фармящего дисраптора. Ее просто нету. Ну, я тоже, на самом деле. То есть, да, окей, есть Глимс 4, 13-ая минута. Окей, хорошо. У Суппорт был бы тоже Глимс, но в 3. Приблизительно. Nothing special. Да, согласен, что ничего суперсерьезного нам не может. Этот дисраптор пока что продемонстрирует. Но у него, кстати, там еще и не имеется. Да, Экскалибура здесь убивают. Ну, погибает, понятное дело. Ноутейл. Хотя нет, погоди, ноутейл его подхиливает, но не получается, не успевает. Опять нету заряда в Ботле. Ну, вот просто постоянно ноутейл без заряда в Ботле. Это даже, мне кажется, не то, чтобы его вина, а то, что драки так часто у нас происходят. Да, там Лоду забирают нас в это время с Кайвера смейдж. И пошел Чин Фрост. Чин Фрост уходит по Трикси. Трикси успевает его перекинуть на крипов. Но еще одну плюшку он предварительно получил. Ну и никто не побежал туда до конца дожимать. ЕГМ идет один в атаку. ЕГМ понимает, что там все битые. Есть сюда уже телепорт. Прилетает ноутейл. Будет кого-то выхиливать. Выхиливает он Хани. Да, альянцы решили дальше не драться. С4 далеко отсюда был. С4 был с ДТ. Если бы С4 сюда прилетел, они бы здесь развалили, наверное, всех. Но не захотел. ЕГМа, кстати, нашли. Значит, убьет Флайя. Ну, Сайленс, правда? Так, тут Флай продолжает наваливать. Есть еще тычечка. И пришел сюда Экскалибр. Хорошо, есть минус. Ой-ой-ой, тут же такая пачка крипов огромная. Ты посмотри. И знает, знает об этом сейчас Альянсе. Но не успеет им ничего сделать. Хотя... Не-не, вряд ли. У них же нету вис по стене. Ну, это да, Экскалибр. Сейчас Эволенч насыпет и все. Экскалибр не эра, скажем так. Все-таки вот не хватает ему действительно практики. Да, мы прекрасно знаем, что он просто мастер игры на некоторых героях. Так, ну и смотри, у нас очередная встреча. В этот раз нашли Хани. Ну, и это Кэрри Дизраптор был. Это Кэрри Дизраптор. Тот самый Кэрри Дизраптор. У нас за 14 минут 26 фрагов. Но, как бы это ни казалось странно, вот, например, игра Альянс ЕГЭ, где на этой минуте было, по-моему, 2 фрага, мне что-то поинтереснее как-то было. А тут какие-то драки ни за что, на самом деле, происходят. Если в предыдущих, ну, на самом деле, даже обоих матчах там были сражения за вышки, там, я не знаю, за Рошанов у нас там вроде даже драк толком не было, потому что к этому моменту уже все было понятно. Ну, так вот, за какие-то тактические моменты. Но сейчас что, просто пошли, кого-то нашли, за этого кого-то кто-то вписался, бьют того, кто вписался, за того тоже пришли братюни, братюни нападают на братюни, и, короче, начинается Махач 5 на 5. Причем этот Махач 5 на 5 уже продолжается несколько минут. Да, и все товара стоят. Да, и все товара стоят, вот в чем дело. Причем тренд протектора нет в этой игре, друзья, чтобы вы понимали. То есть 26 фрагов были сделаны, а что толку? Ну, 6 тысяч голды преимущество Альянса, и 8 тысяч экспы у них преимущество. Да, то есть они за счет этих фрагов набили себе неплохое вот такое преимущество, и дела у них должны пойти очень хорошо сейчас. Так, ну и что там у мистера Хани? У мистера Хани ничего не прибавляется. Ну, агонин должен появиться через час. Да, где-то так. Хотя в курице нет, до сих пор ничего нету. Нету там в курице ничего, он очень много наумирал в последнее время. Ну как, очень много, у него всего 2 смерти, он просто 2 смерти были вот подряд практически, и денег он лишился, серьезного количества денег, короче, он лишился. Но Тейл поджидает кого-то внизу. Сейчас мигают на то, что там Адмирал Бульдог может торчать в лесу. Да, вот он торчит. Спалился. И в пятером. И в пятером сюда просто Фнатьки на Бульдога, и альянцы вряд ли отреагируют на это. А что альянцы вряд ли отреагируют? У них есть 5 ультов, если что. Они могут и залететь при желании, естественно. Если не захотят, то ладно. Пусть будет Думу и земля пухом. Покойся, да, покойся с миром, товарищ Дум. Да, да, да. Ну а если захотят вписаться, то под Чейн Фростом, под Стампид будет очень неприятно Фнатикам драться. Ой, под Чейн Фростом что-то я завтыкал. Под Стампидом Чейн Фрост залетит. Да, 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 будет очень больно. Ну и смотри, забирают вышку на топе сейчас Альянс. При этом Фнатики вообще ничего не делают. Они продолжают тусоваться. Они сейчас очень много времени протусовались просто так, я имею в виду, дайеров. Да, при том, что снизу просто Бульдог улетел на топ, и его уже даже снизу нету. Альянс забрали на топе. Первый Тауэр, первый Тауэр в этой игре, ребят, на 17-й минуте. По-моему, это слишком. По-моему, это немножечко, но слишком. Ну что же, и Т2 Тауэр на топе будет сейчас пытаться как-то, как-то запрессовать Альянс. И не знаю, будет ли это кататься. Нет, ну Альянс все окей. Альянс прошли, смотрят, первую вышку никто не пришел забирать. А пойдемте-ка на вторую, наверное, зайдем. На вторую вышку тоже никто пока не подходит. И вышка продолжает проседать. А что делают Надьки? Флатики, по большому счету, не делают ничего. Снизу Тини забрал вышку, то есть уже хоть что-то сделали. Да, и понятное дело, что можно нападать, Тини с виспом прилетят. Но не с чем пока прилетать Тини. Мы еще 1200 до Аганима. И, понятное дело, надо еще немножко времени, чтобы пофармить. Да, ну отдавать такое количество денег шведам тоже не слишком разумный ход. Потому что ребятки-то могут и дальше пойти. А дальше они пойдут уже с более мощными артефактами, чем у вас. Вот, например, там Форстаф у Лича. Шадоу Демон там тоже сейчас какой-нибудь Форстаф себе соберет. Да, вот Дума, мы понимаем, что тут появился Даггер. Дальше после Медаса будут появляться артефакты все быстрее и быстрее. Ну и тут будет скоро опасно. На карте полностью сейчас доминируют парни из Alliance. Я думаю, это понятно. Три топ-нетворса у них. Это Думразор и, конечно же, Лоуда, у которого 7600 нетворса. И появляется Пайп. Да, а что теперь с этим Пайпом-то делать? Потому что магического дэмэджа у Фнайдиков много, но вот учитывая Пайп, его становится не так уж и много. Да, на Скорос Мейджа, в принципе, уже по большому счету... Еще Мега у Разора, то есть там Пайп Мега, это 650 кп. Кстати, Скорос Мейдж самый большой левел у Фнайдиков на карте имеет, если что. Который суппорт Скорос Мейджа. Я же говорил, что это тактика со флотом глаз. Блин, как же ты прочитал-то, а? На самом деле получилось просто криво раскачать Хани, а не круто раскачать Скорос Мейджа. В итоге Альянцы действительно начинают делать то, о чем мы только что сказали. То есть включаешь Пайп, идешь, ломаешь вышку. Уходишь. И так 6 раз. Повторить, взболтать, не смешивать. Ну вот у Хани статистика 3-2-2 сейчас, это ни на что, естественно, не намекает. Это намекает на то, что Кэрри Дисраптор это очень крутой герой. И Фнатики сегодня хотят сыграть еще одно Бест-Оп-3 среди ночи. То есть, скорее всего, так оно и есть. Хотя-то, хотя-то они... Они просто хотят помешать мне сегодня в 12 ночи посмотреть Англия против Италии. Кстати-кстати, это, мне кажется, более серьезная причина. Да, да. Вот, ну серьезно. Ну, Англия и Италия в 12 ночи. В час ночи по Киеву, в два ночи по Москве. Это я напоминаю всем по привычке уже, когда мы говорим о чем-то. Не пропустите. Если вы вчера пропустили Голландию и Испанию, то мы вам очень сочувствуем, ребят. Потому что это было то еще зрелище, которое, я думаю, в следующих четыре года будут помнить все. Да и не только четыре года. Что игра была... Ух! Огонь. Ну, действительно было весело. Так, у нас к Excalibur, кажется, доезжает сейчас Аганим. Да, так и есть. Появляется у Тини этот самый посох заветный. Он, кстати, с первым левелом ульты, такой миленький, только что был с таким бремом, который... Тащит за собой такую хрень. Нет, он снизу так подхватывает, на плечо закидывает и так тащит двумя руками. Да, да, да. Вот сейчас он уже такой более брутальный стал, уже в одной руке у него помещается ветка. Он похож на этих типов, значит, на Евроспорте показывать на соревнованиях силачей, они там тоже бревна такие подхватывают. Да, да, да. Богатыри, богатыри или как-то так называется, не помню. Успокоилась игра у нас 20 минут за нами. Графики показываем 10 практически тысяч золота ведут Альянс и точно так же по опыту. То есть преимущество у ребят, в принципе, довольно большое. Они не спешат. Они не хотят где-то там опять-таки нарваться на какой-то камбэк в исполнении Тимфнатик, поэтому будут они ждать, выжидать до последнего. В стиле команды IG или DK, когда ты заходишь на хайграунд и с одного удара случайно убиваешь вражеского керри. Вот. И ты тогда понимаешь, а, может на футуре. Такое, может действительно и строение побить. Ты такой два удара по бараку, а он рассыпался. Ты, ну, неплохо, можно дальше продолжать. Хорошо получается. Да, так, мид. Ой, как хорошо. Прыгает лота на двоих. Поджигает Рикси. Флайт Рикси моментально убивает их Альянсы. Отличная игра от Джонатана Берга. А в это время Висп с Тинником, они даже помочь не могли, потому что у обоих там по 150 хп. Они Эншентов фармили в это время, так что, ну, атака была очень круто, тайминговая для команданец. Зато у Виспа есть хаста. Ну, я поздравляю его с тем, что у него есть хаста. Ну, мы наезжали просто много на ноутейла, что у него постоянно пусто в банке. А зато у него есть, да, что в банке. В хаста, у него в банке прям все очень хорошо, так что норм. В банке? В трехлитровой? Да, в банке. В трехлитровой или в швейцарской банке? В швейцарской трехлитровой банке. В швейцарской трехлитровой банке. 21, о боже, 21.9, 21 это минута у нас, 19.9 счет, на 10 фрагов уже оторвались Альянс, ну и в принципе опять-таки там показывать какие-то графики, обсуждать в общем ситуацию, которая сейчас на карте, ну нету особого смысла, потому что здесь все понятно. Альянс просто дождутся момента, когда они соберут нужные артефакты, в частности это БКБ у Бульдога, здесь мы видим, Форстафы уже появились, у Лоды, я даже не знаю, что у него там будет, Тараска, понятное дело. Да, там уже пофиг практически, что собирать, просто собираетесь в плотность, в дэмэдж и продолжаете давить, потому что у Фнатиков уже не хватает урона очень-очень сильно. Ну Тинни пока... Плотность это такое даже, ну хотя, погоди, ну Мека, Пайп, окей, Кентавр жирный сам по себе, Дум тоже жирный сам по себе, вот если еще действительно БКБ появляется у Дума, то ему вообще абсолютно плевать на то, что происходит в драке. А там Керидизраптор. И Разору тоже. А там Керидизраптор. 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 Керидизраптор, у которого, кстати, совсем скоро у этого Керидизраптора не появится Аганим. Ничего не появится, у него с такими темпами, но мы понимаем, что у него Аркантапки и Пойнтбустер были, по-моему, на 12-й минуте. Ну типа того, и сейчас у него по большому счету не прибавилось ничегошеньки. Да, да. Ну и вот он, Тинни Висп, который бегает, ты вообще релокейт видел хотя бы один от Тинни Виспа? По-моему, его вообще не было ни разу сделано. Вот и мне кажется, что его ни разу не было сделано. Может разве что куда-то поформить там. Ну так в том-то и прикол, что и это на самом деле не столько косяк там от Тинни Виспа может быть порой. А не, вот сейчас только мы вспомнили про релокейт, но Бульдог сразу же понимает, что надо убегать в другую сторону, и он убегает. А тут Лич с Чейн Фростом. Сейчас так. Ну вот он Форстаф отличный против Флая. Да, да, да. Развернитесь вы на ноты, убейте его. А, ну там просто бремастерята бегут, поэтому Чейн Фрост может быть не слишком эффективен. И все, улетает у нас Висп обратно. Ну, если бы у Лоды было ТП с собой, да, у него все равно она на кулдауне, и он бы сюда прилетел, я думаю, там просто на развороте бы Альянсы убили бы всех, потому что действительно оставался Висп фактически на один Добл Эдж. Мог бы, мог бы Лода влететь туда, но мы видим, Лода решил, ладно, давайте сначала я соберу Тараску. Ну, как раз к тому моменту появится БКБ у Адмирала Бульдога, уже есть Адмирала Бульдога БКБ, прошу прощения, и можно, в принципе, активно. Ну, и не хватает у какого-нибудь Блэкинг Бара еще для Розора, например, и все. Что у Розора по деньгам? А у Розора, кстати, купился Биогр Клаб, то есть это будет БКБ. Да, и оно у него появится очень-очень-очень-очень скоро. Да, там только до рецепта немножко не хватает. Так вот, а что теперь с этим всем делать Фнатиком? У Фнатика в теории, если Тинни будет шестислотовый, шанс есть, да, но это в теории раз, во-вторых, шестислотовый. Но у него пока полтора слота, если что. Да, да, до шести слотов ему еще долго очень фармить, и по Нетворсу он даже не особо-то и отстает, просто слишком много денег вообще у Альянсов, то есть у всех героев, если там только один Тинни имеет бабло, то у Альянс с деньгами все, даже у Лича 4,5 тысячи Нетворса столько же, сколько у Керри Дизраптора и у Бюремастера. Слушай, Т3 без боя просто отдали Фнанки, будет ли они драться? А о каком бою может быть речь? Если сейчас любой, кто подойдет, он сразу же умрет. Ну, есть АП, есть АП. Так, на Лоду, Лода дает Стампид, а почему убегает? Почему убегает? Почему оставили одного сейчас здесь из фор? Ну, вот сейчас не хватило тимплея, по-моему, у Альянсов. Там вот Дум будет сейчас. Ой, хорошо. Ай, классно на Нотейло врывается Лода, есть фраг, есть статик-шторм, немножко поздновато, прыгает у нас 3х и клепнул, отходит Бульдог из статик-шторма, Барак упал, Экскалибур в драку, Бульдог БКБ, ну и все. У Альянсов была цель забрать линию, они эту цель реализовали и просто отошли. Они сейчас с таким же примерным успехом зайдут по другой стороне и еще и другую сторону заберут. То есть у шведов все очень просто, очень логично. Главное не затягивать, чтобы у Тини не появился вдруг шанс. Да, ребят, мы опять-таки приносим извинения за админов, которые забыли поставить Бест Топ 3 серию. И напоминаем, что это Бест Топ 3 серия. Первая игра. Да, это первая игра, 21.9 впереди Альянс, то есть у нас в любом случае будет вторая карта, возможно будет и третья. Ну и напомним еще раз, что формат проведения таков, что первые два места с регулярного сезона, это Cloud9 и Empire, стартуют уже завтра. И в частности в первом раунде Cloud9 сыграют с вторым местом сегодняшнего раунда, а Empire сыграет с первым местом сегодняшнего раунда. То есть победитель вот этой пары будет играть завтра против наших ребят из Империи. Да, но я думаю, Empire тогда должны где-то сидеть сейчас в номере и смотреть этот матч. Да, вот в том-то и фейл. Empire сейчас едут. Empire решили приехать только завтра утром. Потрясающее решение. Это экономия, я так понимаю, на чем-то, на каком-то отеле. Я не знаю, почему такое решение. То есть экономия, сейчас тебе скажу, скольки есть, ничего. Да, 500 долларов сэкономили, пацаны. Да нет, ну там даже меньше каких-то 500 долларов. Там, по-моему, даже и DreamHack'и сами оплачивают. А, там же за номер, там же за номер, да. Короче, я тогда не понимаю. Короче, 200 долларов они сэкономили в лучшем случае, даже если они платят сами, а не платят им DreamHack. И в итоге они приедут завтра уставшие с дороги, ну потому что... У нас там на топе пытались избить Excalibur, в результате Excalibur сам прыгнул для того, чтобы поизбивать других людей. Адмирал Бульдог забирает файи, и Адмирала Бульдога тут никто сам не заберет. А вот Excalibur пытается поймать, но ничего не получится. Там сейчас виспау бьют, просто одного, вот он у Тейл, прыгает и его срезают. Так вот, по поводу решения менеджмента империи, мы, наверное, поговорим уже завтра, когда они будут здесь. Ну, мне, во-первых, очень интересно узнать, да, кто принимает такие решения. Ну, это очень глупо. Это нереально глупо. Вот, например, у нас есть яркий пример с теми же Na'Vi, KS и HellRisers KS, которые тоже играют завтра. Как оказалось, Na'Vi тоже играет завтра. Они обе приехали еще вчера, то есть и сегодня ребята здесь смотрят, как играют соперники, они отдыхают. Они уже не с дороги, они морально готовы. Морально готовы к турниру, да, то есть они действительно более подготовленные. Короче, Империя еще очень-очень сырая команда в плане ланов. Это первый выездной лан для них, по сути, не считая СВЦ. На СВЦ у них не было соперников. Там были только ЕГЭ и то не в полном составе. Да, типа того. Так что, ну, будем надеяться, никак это не отобразится, да, на... Shadow Demon купил Vale of Discord. Вообще, куда катится этот мир? Ну, этот мир катится к победе Альянс. Да, у нас сегодня был уже и Фурион с Даггером, и Shadow Demon с Вейлом. Мета, мета. International скоро. Да. Так что не удивляйтесь, уважаемые, если вы будете видеть какие-то... чудо-моменты в пабах, да и не только. Ну что же, Т2 Tower. Т2 Tower у нас сейчас будет забираться на нижней линии. Это последняя внешняя вышка, которая осталась. Мальчики, напомню, убили только одну. По деньгам преимущество уже более 20 тысяч у Альянс по Экспириенсу. Класс 17 покупает, так и Аганим Хани. Но есть мнение, мужик, что не поможет он уже. Что-то мне кажется, что он уже здесь действительно не поможет. Итак. Экскалибур налетает на лоду, лода уже с Тараской. Стан, Трикси ультует, хороший ультимейт. Здесь один, второй на лоду, просто все всыпали в лоду. И таки убили, и таки убили лоду. Это неплохо, можно еще забирать ЕГМа. Да, ну вот он ЕГМ, он на форстафе отсюда улетает. Но лода выкопился, отдал стампиды, все поубегали. Так, смотри, там сейчас набросились дальше на Адмирала Бульдога. Тот откидывает хороший очень стан. Вист летает на лоу ХП, ловит левел Дес. И полетел у нас Чейн Фрост, правда только в одного Экскалибура. Все дальше чайник у нас не полетел. Но в любом случае минус два уже есть. Где лода? Лода еще сюда не добежал. Бежит он блинками. Лода своим пешком, да. Блинками пытается добраться как можно скорее. Не хотят упустить момент. Но Вист там все равно будет через 20 минут. Двоих убили, да, 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 да. Правда. То есть двоих убили, все четко. Да, потеряли лоду. Лода сделал байбэк и так далее. Не, ну мне кажется, что тут альянсы сейчас могут перегореть немножко. Если очередная... Ой-ой, ну Экскалибур, ну зачем же ты потратил этот Эваленш? Ну, боже мой. Ну и это минус Экскалибур. Почти минус Экскалибур. Хотя нет, это все-таки действительно минус Экскалибур. Лопает тут под салкетчером шедоу-демоновским. И вот мы видим, есть байбэк от Виспайт Экскалибра. Будет пытаться гнать Бульдога, которого нету БКБ. Опять-таки на Экскалибур прыжок. Лода вытанковывает и уходит отсюда Лода. Да-да-да, там также вытанковывает С4. И побежал на хайграунд просто Бульдог. Так, Экскалибур будет ли наваливать? Вообще еще хоть один удар сделал в этом матче с руки по вражескому герою? Нет. Кажется, нет. И он продолжает этого не делать. Это не самое лучшее решение. Ну и опять-таки мертвый у нас Виспайт. Байбэк сделал 3х и продолжает на хайграунде находиться Альянсы. Не уходят они отсюда. Тавр, ну надо же, донести Лода просто фуловый. Может еще танковать тут вечно? Да, ну скажу так, что Экскалибур не самая уверенная от него игра. По крайней мере, это персонажи. Эваланчи постоянно там в одного в замесе. Это не эра. Да, и ударов с руки от него почти не видно. Он дал прокаст и бегает. Просто бегает, собирает лицом дамаг. Ну вот, сейчас он подходит. Стан. Ну проблемы огромные здесь. Суфнать, Кавхани зажали и убили. Экскалибур у нас в думе. Экскалибур тоже погибает. Ну один удар с руки он за два замеса дал. Вот как бы все. Типа нафига нужно гоним при таких раскладах, когда вообще непонятно. Бежит возле нас тут Бруно. Просто несется Бруно. Он был в зале, он не ожидал, что игра так быстро закончится. Да, ну и я тогда тоже быстренько отсюда сваливаю. Уступаю вместо Ивану. И он сейчас устроит разбор полетов. Как он смотрел эту игру и что он думает про этот матч. Вань, что ты думаешь про этот матч? Да, снова я возвращаюсь сюда. Ну, очень уверенная победа от Альянс. Как я и говорил, должен был быть забанен Тинкер. Он был забанен первым же баном. Во второй... Вторым улетел Ликантроп. Ну, Ликантроп не знаю. Я, в принципе, не видел от Фнатиков Ликантропа в последнее время. Ну, Фнатики продолжают экспериментировать. На этот раз Ханец играл на фармящем Дисрапторе. Но фармящим его было назвать сложно, потому что где-то с десятой минуты, даже раньше, когда у него было там что-то на уровне 33-34 крипов, его загонгал товарищ Лода. И после этого... И после этого он перестал фармить и начал умирать. Да, он начал умирать. Он перестал бить крипов в принципе, и он начал... Но на самом деле, Ханец, вот мы видим по статистике, что умер-то 4 раза всего меньше, чем вся его остальная команда. Но, так или иначе, этого, конечно, не тот герой, который должен был затащить игру. Скажи, ты до этого видел хотя бы один раз использование Дисраптора как майнкерри? Как майнкерри? Я видел его как мидера. Не, мидера, да, мидер, да. А, подожди. Его показывали Na'Vi, Дэнди играл на Дисрапторе. Это было... Сто лет назад. Было сто лет, действительно сто лет назад. Я даже помню команду, против которой они играли. Это, по-моему, была команда не Empire, это были, сейчас скажу, это были в Квантике, а то и давай до свидания с Сайлентом. Габлак и Сайлент. Боже, это как давно-то было, больше год назад, что ли, перед интернетом? Это может быть даже были Empire, это может быть даже были не Квантики. А, это еще когда Фанник играл за Империю? Это когда Фанник играл за... Это вполне возможно было и тогда. Но если вы вспомните, напишите нам в твиттер, что это был за матч. Опять-таки, плюшка тому, кто первый вспомнит, где Дэнди играл на Дисрапторе. Мы можем, в принципе, сами найти, но нам впадло мы... Ну да, но это было очень давно. И, на самом деле, керри Дисраптор, ну, понятен был план, быстрый аганим, хорошая инициация. Можно было поставить... Ну, есть главный керри, то есть Тинни с Виспом. Тинни с Виспом в Меду смотрятся лучше, чем Тинни с Виспом на легкой. Так что, в принципе, более-менее Дисраптор от Хани объясним, но реализация в итоге пошла не очень. Очень... Целых три ватных героя у ребят из Фнатик. Это Скайрат, это Дисраптор, это Висп, которых товарищ Кентавр под Солкетчером щелкает просто на раз-два. И Альянса показали, действительно, хороший-хороший матч. Все как нужно. Непривычно видеть лоду на Кентавре, а не на Хардкерри. Но сыграл он классно. Сыграл он просто супер, очень своевременный даггер. И что самое главное, я не помню, какому же я комментировал, кто играл в легкую тоже Кентавру, который фармил быстрый даггер, а потом... Может быть, Иллидан на... Ничего не делал, может быть. Ничего не делал. Иллидан делал. То есть, как только ты покупаешь даггер... Нет, это был не Иллидан. У меня очень сильно тогда пригорало, я помню, что товарищ купил даггер, и еще минутки две после того, как он купил даггер, он стоял на легкой, потому что никто же не трогает. Это же фарм. Давайте фармить дальше. Это же очень круто. Да, я что-то тоже припоминаю. Какой-то даггер выносится, и остается человек на линии. Не уверен, что это был тоже Кентавр, но, может быть, что-то похожее. Ошибка. И так, конечно, делать нельзя. Ребят, мы тут в стриме рассказывали про то... Кстати, у нас идут сравнения пока с Аппортом, но и все герои. Мы говорили тут в стриме, что должны приехать завтра Эмпайр. Это была ошибка. Эмпайр уже приехали. И да, где-то должен Ваня сейчас подойти. Ван Скор, он мне в Твиттере минуту назад написал, что не может нас найти. И пишет, что это был Старладер третий сезон, а против Эмпайр это была игра. Да, вот как работает. Красавчик-то, а? Да, вот видите, что-что-что? Молодой ты еще просто, Ваня. Молодой. Не спился, не скурился еще, да. Наверное, я просто кроме ДОТ ничего не делаю, поэтому... Да, ну тогда ты хорошо... Нет, ну у меня, например, просто, если все сезоны Старладера вот вспомнить, у меня просто такая каша уже с этого количества матчей откомментирована, что не вспомнишь, кто, где, когда, с чем и куда. Мы возьмем сейчас паузу. Да, маленькую. Небольшую, я так понимаю. Пишет, что еще Na'Vi, Quantic, Grand Final, Game 4, The Defense. The Defense. Пару раз это было. Да, мы возьмем сейчас маленькую паузу и вернемся уже на второй матч между Альянс и ФНАДик. Я думаю, начнется он буквально через... Ну да, минут через пять он должен начаться. Все-таки перерыв небольшой. К тому же Бруно и Тугут вместе находятся сейчас в студии, так что... Не переживайте. Так, вот пришли, идите сюда. А то нам не верят, что там вот есть вход. Заходите сюда. Заходите. Никто покомментировать? Сейчас мы посадим кого-то. Мы сейчас вам покажем этих мубов. Дай кому-то из них, Ваня, ранитуру. Сейчас Ваня освободит место второму Ване. Ваня, садись, мы с тобой пообщаемся. Садись. Вот, пришли ребята к нам и так далее. Микрофона у нас на всех не хватает и так далее. Одевай наушники. А так вдвоем не поговорите. Не, вдвоем не поговорите, оно не будет залетать. Давай, давай, одевай. Здравствуйте. Здравствуй. Как настроение? Отлично. Ты же первый раз на DreamHack. Да. И как тебе DreamHack? Ну, вот я был, напомню, на Gamescom. Вот примерно все то же самое. Какой-то склад, куча людей. Ну, выставка здоровенная. Ну, то есть ты же прошел по тем залам, где просто народ шпилит. Нет, ну, я так заглянул буквально на секунду. Ну, прикольно, да. Ну, там еще не воняет просто, сегодня только первый день. Нет, нет, воняло уже сосисками такими же. Нет, ну, это восемь часов назад открылся DreamHack. Это сейчас воняет едой и там пережаренным фастфудом. А вот когда на третий день будет вонять носками, потом, еду, ну, и мусором, это будет очень весело. А когда вы приехали? Ну, вот утром буквально. Сейчас только в отеле разместились и сразу сюда приехали. А, вы вот здесь в Элмии живете, да, сразу через дорогу? Нет, 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 мы машину сняли, такой минивенчик и 15 минут там ехать. Ну, в городе живете где-то туда? Нет, 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 рядом с городом. А, я понял, хорошо. Ну, я думал, что рядом живете, чтобы так далее, далеко не ходить. А мы тут просто только что как раз с Каспером комментировали игру. И Stranger написал, что этот, что, типа, буткемп в Москве закончен, едем на DreamHack. Я такой, нифига себе. Ну, он написал это минут 10 назад. Ну, это, ну, я такой, типа, так, подожди, что за фигня вообще? Ну, он по-английски написал, видимо, я неправильно понял. Мы такие, так, Empire приезжает только завтра перед играми. Что это за бред? И давай тут сразу самолеты. Мы давай менеджмент Empire тут валить глуши, типа, ах, вот такие вот и так далее. У вас был буткемп или что? Ну, да, у нас был 3-4-дневный буткемп, такой маленький, небольшой, в МКС, который вот открылась в Москве. И как? И как? С кем? С кем тренировались? С кем? Да много с кем играли. Ну, мне просто интересно, кто сейчас тренируется. Я просто знаю, что... Больше всего играли с Alliance, вот. Отренировали их, так сказать. Ну, я понял. Они там тоже говорили, что Fnatic тоже с ними пару раз сыграли и так далее, что Alliance, ну, как-то они как-то слишком хорошо играют. Вы смотрели первый сегодняшний матч их против EG? Не, ну, мы только что приехали. А, вы только приехали, да. Но против EG там 3 фрага сделали EG за игру. Как бы... А на EG сколько? Ну, где-то 20 много, короче. 3-2-2. Короче, я тебе скажу так, EG снесли первый Тауэр на 34-й минуте, первый фраг сделали на 26-й. А ниже? EG, EG. То есть, альянсы просто их выносили вперед ногами, абсолютно без шанса. То есть, действительно, натренировали вы очень хорошо и так далее. План какой на турнир? Ну, план убивать всех, все, что движется, крипов, героев, туров. Тура не двигается, к сожалению. Этот школьник не боится, это же для него первый выездной лан. Какой ИС? Тут, если вы понимали, здесь у нас с Пакер и Резолюшн общаются. Ну, действительно, ну, не знаю, какой. Резолюшн, конечно. Пакер-то уже на интернешнале был, он уже опытный. Да думаю, не боится. На самом деле, вот этот персонаж Резолюшн, он первый раз в Европе вообще. Он первый раз вообще куда-то за... А нет, в Россию только ездил из Украины, правильно? И в Минск. А, и... Минск. Ну, Минск, Москва, Киев. По-моему, серьезный треугольник такой, да. Золотой даже. Чего, Бермудский треугольник, да. Есть золотое кольцо России, а это дотерский треугольник. Не, ну, нормально, и как ему Европа? Ну, вроде бы хорошо. Все время стебет наших Андрюш, что настоящие люди из Европы приехали, вежливо себя ведут, хорошо. Не мусорят, не курят на парковках. Ой, на этих, на заправках. А эти и курят, и мусорят, и флэмят. А вы все, кстати, здесь или... Витвижу Сайлент еще гуляет. Вот как раз вот эти два персонажа вышли покурить.